Пеларгония фишерса, плублосом, посадка и уход. Семена диких цветов из семейства гераньевых, джераниаси, которому принадлежит род Пеларгониум, впервые привезли в Европу моряки с кораблей, ходивших в Индию и делающие остановки в вортах Южной Африки. Из них увлекающиеся декоративными растениями любители цветов создали несколько сотен разнообразных сортов и гибридов герании и пеларгоний. Многие из них приобрели мировую известность. К таким цветам относятся сортовые пеларгонии вида плублосом – яблоневый цвет. Цветы вида плублосом История пеларгонии плублосом начинается в 1870 году, когда во Франции путем склещивания зональных и садовых растений получили разоподобные цветы с лепестками, собранными в махровые соцветия. Они получили известность благодаря тому, что их стали применять для создания букетов и в качестве бутоньерок. Благородная краска соцветий со всевозможными оттенками розового цвета стала отличительным признаком при описании пеларгонии плублосом – розебут. Розовые переливы лепестков плублосом растения вида пеларгонии плублосом розбот являются многолетниками, светвящимися травянистыми стеблями, пальчатыми листьями и длинными цветоносами, на концах которых образуются многоцветковые зонтики соцветий. Даже в комнатных условиях после искусственного опыления цветы могут преобразоваться в ладовые коробочки с семенами. К сведению, размножение гибридных цветов проводят с помощью разделения кустов и черенкованием. Разновидности розебудных пеларгоний. Селекционные работы, направленные на увеличение количества расцветок и размеров розоподобных соцветий, привели к тому, что количество разновидностей цветов настолько увеличилось, что для их классификации и описания понадобились усилия цветоводов многих странах. Флористами из Англии, Австралии, США, Франции были созданы клубы любителей цветов из семейства гераньевых. По инициативе и при активном участии немецкой фирмы пеларгония Фишер был открыт музей цветов, в котором в 1978 году было показано около 1200 видов пеларгоний. Цветочные сорта и гибриды, созданные специалистами фирмы Фишер, выставляются в продажу, с названиями в которых указан этот бренд. Гибрид Фишер с аплублосом в красно-малиновых тонах Наиболее популярной пеларгонии Фишер это травянистые многолетние кусты, которые в открытом грунте можно выращивать только на юге России, в остальных регионах пеларгонии Фишер, а плеблосом используются как комнатные растения. К ним относятся гибридная пеларгония Фишер с аплублосом, компактный куст, который может достигать высоты около 1 метра, с крупными густомахровыми белорозовыми соцветиями, собранными на коротком цветоносе в плотную группу. Пеларгония Фишер аплублосом быстро формирует новые побеги, поэтому без формировки и обрезки он может быть похожа на небольшую клумбу. Из распускающихся роз в горшке, зональный разоцветный гибрид Юнгарис каплублосом имеет окрашенные с лицевой стороны в ярко-красные оттенки бархатистые лепестки с расположенными по краям лиловыми оттенками, изнанка лепестка имеет белый оттенок. Пышные плотные соцветия держатся на высоком цветоносе. Растение требовательно к условиям содержания, поэтому, чтобы его листья могли иметь характерный для гибрида изумрудный цвет куст, должен выращиваться в хорошо освещаемом солнцем помещении. Пышно цветущий, мощное растение роз ботуист, где леплублосом имеет двуцветные листья с темно-зеленой серединой и светло-молочными краями. Соцветия собраны в плотной шапочке из полураспустившихся розочек нежно-розовых оттенков на некоторых разновидностях гибрида лепестки. Цветов оттеняется темно-розовой или красной каймой. Вид довольно капризный, неприхотливый вид гераниевых Найтелл блоссом F1 может свистеть не только при ярком освещении, но и в лутении. На открытом воздухе в теплое время года. Соцветия растения обычно имеют два оттенка – светло-розовую сердцевину и розово-карминные края лепестков. Гибрид уникален тем, что его листья на свету становятся двуцветными, ярко-зеленые по краям и темно-вишневые в центре пеларгония хаппи. Апл-блоссом в любой цветочной коллекции займет ведущее место. Растения формируют высокие цветоносы с крупными букетами из бело-розовых соцветий. Они очень выигрышно смотрятся на фоне листьев с середины салатового оттенка в форме бабочки. Но если кустики растений оставить без своевременной обрезки, их стебли сильно вытянутся и под тяжесть цветов некрасиво согнутся. Долго цветущие компактные кусты эксотика плублоссом, растущие в комнатных условиях на светлом подоконнике, украшают нежно-розовые махровые розочки. Под воздействием яркого солнца в условиях улицы лепестки соцветия приобретают насыщенный розовый лилососевый окрас. Обратите внимание, если при уходе за растениями виды Уэст-Диэль допускают большие перерывы в оливах и пересушивается почва при корневой зоне, куст начинает скручиваться, а затем сбрасывает листья. Куст эксотика плублоссом на улице уход за пеларгониями фишер с плублоссом. Гераневые гибридные растения популярны потому что имеют очень красивое цветение, яркие оттенки листьев, компактные кусты. Но, чтобы они не теряли свои качества, за ними нужен постоянный уход. Эти растения вытянут свои стебли, если будут расти в недостаточно освещаемом помещении. За формой кроны растений нужно обязательно следить, весной и осенью проводить формировку куста, вырезать и прореживать старые и деформированные ветви укорачивать, побеги удалять, засохшие цветоносые листья. Пеларгония вору цветения нужны регулярные поливы отстойной, дождевой или розниковой водой комнатной температуры. Каждые две недели весной и летом цветущим растениям в рекорневую зону после основных поливов носят растворы комплексных удобрений. Важно! Без подкормок растения приостановят рост, не смогут формировать цветочные бутоны. Весной, летом до середины осени пеларгонии активно цветут. С середины октября по конец февраля растения нужно размещать в рохладных помещениях, чтобы они приостановили свое развитие и смогли отдохнуть от активных процессов. В этот период цветы не подкармливают, поливают тогда, когда почва в цветочных горшках подсохнет на одну третью. К сведению, чтобы растения не болели и не страдали от вредителей, в профилактических целях применяют биопрепараты, предназначенные для борьбы с гнилями, вирусами, личинками насекомых. Это могут быть фунгициды фундазол, редамилгол, фитоспорином, инсектициды октара, фас, калипса. Зональная пестролистная пеларгония. Размножение гибридных растений нельзя проводить с помощью семян. Многие начинающие любители цветоводы об этом очень сожалеют, потому что не у всех сразу получается укоренить черенок герании или пеларгонии. Но этому стоит учиться ради того, чтобы можно было лубоваться такими красивыми цветами, как пеларгония фишер с apple blossom.